всем привет дорогие мои с вами конного аня и сегодня я покажу вот такой вот серию костюмов и оттенков а за кадром не кстати муж скажи пожалуйста как передается цвет более темно чуть-чуть темнее то есть он светлее при жизни ну он такой темно-коричневый конечно смотрите хочу вот не знаю то не то мимимишные образы это название коллекции не это я не поняла но вот именно что вот эту коллекцию на себе и дочке я примерила первое впечатление она немножечко сыплется когда мы ее раскрыли она чуть-чуть посыпалась ну и потом все это дело прекратилось не стирать еще ни разу не стирали а мой 52 размер есть очень удивилась что идет без карманов карман только на брюках идут а сама кофта идет без карманов абсолютно тоже очень интересный капюшон ну и больше всего что прям кидается вот вам сказать она мягкая на плюшевая она классная но в ней очень жарко она очень теплая очень прямо мега теплая я ее на себя надела и все мне уже жарко я не могу то есть вот этот момент не прямо очень жарко но вроде бы как кожа дышит до сюда идет сплетение у этой кофты в принципе все здорово и классно все до единой модели рукава форме резиночки все здорово никаких нареканий нет низ изделия у кофты низков ты тоже форме резиночки замочек сам пластмассовый бегуночек 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 у нас идет такой да тоже удобно односторонний капюшон тоже очень такой плотный карманы на штанах толстая вот это вот резиночка прикольная классная внутри тоже получается вот этот вот что-то типа меха мишки мимимишки и низ изделия тоже что-то типа джогера вниз изделия в форме резинки ну вот как сейчас модно по длине но я бы сказала что мне нормально то не снизу собираются видно что на более длинноногих девчонок подойдет на более многих девчонок подойдет но не более да как бы все хорошо но мне рост 162 сантиметра 52 размер смотрится в принципе великолепно этот цвет антох идет не идет нормально как вот так вот сказал то что нет не подходит нормально на валюты толстовка на молнии с капюшоном цвет шоколадный размер excel состав 100 процентов полиэстер артикул 862 202 брюки джоггеры с артикулом 86 2220 размер excel 100 процентов полиэстер прям жарко их очень жарко увидела по распродаже кроссовки артикул восемьсот восемьдесят шесть 140 размер 38 состав искусственная кожа подкладка текстиль стелька текстиль подошва пвх что хочется сказать про них они мне всегда нравились они всегда были клёвыми всегда были классными но я их уже стирала в машинке до такой степени что они уже так немножечко потеряли ведь я не люблю их там чистить очищает я их там один два три раза максимум на дело и в машинку но за год они не порвались подошва не отслоилась нигде никаких дырок нет ну просто вот общий вид стал ну не очень хорош потому что слишком часто их стираю к сожалению а так на самом деле прям при стирке в машине средством для деликатных тканей очень хорошо ими ухаживать за ними и в принципе пока увидела их в распродаже думаю дай возьму те еще не доносила но эти уже подкупила сейчас на мне толстовка на молнии с капюшоном артикул восемьсот шестьдесят два сто девяносто шесть цвет графит размер xl стопроцентный полиэстер ну обычный такой очень уютный смотрится как вот очень уютно и в принципе ощущение тоже уютно и муж через чур слишком теплый конечно стопроцентный полиэстер у брюк тоже артикул восемьсот шестьдесят два двести четырнадцать цвет графит размер тоже xl ну то есть как бы так неплохо неплохо нормально вот я смотрю зеркало в принципе хорошо вот какая есть такая есть я думала у меня вот сильно полнить нет вот такая есть такая есть да не полнить же не знаю полнит есть немного есть немного но вот муж говорит что этот костюм полнит может на размер больше заказать тогда не надо без карманов конечно не очень удобно потому что застегнул как бы хочется карманы но карманы вот надо задирать и вот так толстовка на молнии с капюшоном артикул восемьсот шестьдесят два двести восемь размер xl и брюки джоггеры восемьсот шестьдесят два двести двадцать шесть тоже размер xl оба идут в песочном цвете оба как обычно стопроцентный полиэстер ну этот цвет мне больше всех нравится он самый клёвый хотя и шоколадный тоже классные серые я не могу выбрать что мне нравится больше пожалуйста помогите мне выбрать ну и что переходим к водолазкам вот вы знаете когда она делает водолазку это тоже кстати новинка на моем канале недавно выпущена компании фаберлик я почувствовал какая она легкая мягкая в ней тепло но кожа дышит прямо знаете мягонькая мягонькая такая прям не так уютно вообще очень понравилось это водолазка из рельефного трикотажа артикул восемьсот пятьдесят двести семнадцать размер 2xl состав 75 вискоза 20 полиэстер 5 эластан ну смотрится великолепно здорово классно но я заказала 2xl не один xl а именно 2xl чтобы мне было посвободнее подлиннее потому что я не люблю водолазки в облипку потому что вот это вот все вот мне не хочется это все как бы вот облипать мне не нравится когда и на других вот это все вот в облипочку все это вот видно перед зеркалом надели утянулись все красиво потом пошли расслабились и видим что тут не так там не так а тут прям мне захотелось чтобы она шла как бы все более свободно на мне слегка конечно длинноватый рукава но тут ничего страшного в этом нет я все равно рукава вот так загибаю всегда хожу вот так таким образом следующая водолазочка смысла нет конечно перемирять они все одинаковые клёвые и классные такой вот дымчатый пепельный розовый 2xl 75 вискоз 20 полиэстер 5 эластан у них кстати состав ну уж очень хорошенькая прям очень понравилось 850 235 все цвета просто обалденные так такая же точно лавандовая цена не сильно толстая она не сильно плотная она такая прозрачный антон видно что просвечивает да вот она такая вот прям знаете мягкая теплая но тонкая кожа дышит вот видите какой цвет очень приятный 75 вискоз 20 полиэстер 5 эластан дымчатая лавандовая артикул 850 229 шикарный просто шикарный это водолазка любимый цвет моей мамули именно моей поэтому она поедет к ней мурыгина как раз таки абсолютно новенькая хорошенькая тоже 2xl 850 223 очень мне она нравится и мне кажется что и мамульке она понравится мама очень любит водолазки чтобы так можно было закрыться она очень любит длинные рукава а у неё мерзлявая очень шея и вот такие мягкие классные вещи это просто вот мне кажется кайф будет просто кайф поэтому отправляю маме она любит такое вот что-то свободное тоже и вот этот вот спокойный цвет в принципе вот этот как он называется кипарисовый 850 223 кипарисовый вот мне кажется ей было самое самое то она как раз одну из водолазов уже дошила чуть не до дыр потому что ей нравится цвет и когда увидела в каталоге вот такой цвет и старую водолазку на маме я решила заменить ей на новую я думаю вот очень очень красиво кучу мало буду вам показывать что это вообще такое и так термофутболка идет с длинным рукавом с таким вот начесом этот начосик слегка скатывается после 100 500 стирок но работает просто великолепно и действительно ребенку намного намного комфортно ну клёвое но классное она очень мягкая но очень нежная на ощупь очень очень сильно сильно комфортно и поэтому я с превеликим удовольствием его вам рекомендую далее очень хорошо что цвет не искажается такие вот кофточки и до первой стирки мне кажется что они так и буду тут немножечко сыпаться друг от друга своими цветами перемешиваться эти штучки некоторые ну сейчас уже нет но лезли когда мы только из упаковки их достали конечно было очень много детские вещи в принципе они все идут на таком замочке я так понимаю что эти вещи собирушки до первой стирки потому что замучилась вот кошкины волосы а я оставил одежду кошка пришла конечно же как же наша алиска не ляжет на эти вещи на такие мягкие хорошие она сразу на любовалась прямо ими ушки очень качественно классно везде сшиты такие вот ушки хорошенькие тут сшита мягко смотри снаружи такие вот шовчики все очень очень хорошо обработано просто великолепно брючки у детей тоже джоггеры тоже очень хорошенький такой приятный цвет оттеночек там такой не рыжий а именно такой вот плюшевый какой-то очень приятный цвет видите вот когда вот таком каш светленькая темненькая он такой в жизни есть как внутри все прошито просто вот прям просто великолепно далее такие вот темно-серые тоже джоггеры внутри вообще по всему периметру изделия без разницы кофта это или штаны а вот кстати как сшит карман с одной стороны пушистик а с другой стороны обычная ткань обычная тонкая ткань вот я его выверну вот кому это важно нужно изделия мне кажется что идут размеру в размер нам этот размер 140 146 слегка великоват но это вообще не скорочка абсолютно не критично на вики и кофты и все сидят великолепно немало рукав из-за того что он вот фиксируется на вот фиксируется в этом месте никаких проблем с рукавчиками нет в общем мне понравилось единственное понять не могу почему так сыплется сильно но скорее всего это вот связано ну нет она сейчас не сыплется но вот в самом пакете было то есть вот это я так понимаю что-то хлопковые эти вот именно места все на такой упругой хороший качественные резиночки ответе как кошка полежала и и все и оставила она у нас что-то залиняло очень сильно витаминки и начали давать конечно самый красивый цвет самый шикарный цвет это вот этот шоколадный очень здорово хочу ужасно хочу на фотосессию в этом луке от компании фаберлик прям очень очень хочется великолепные просто великолепные нравится то что вот это вот разъем у детских джоггеров он не давит ножки он довольно таки свободный но практически у вики практически в обтяжечку не передавливает ножку прям все комфортно что не понравилось конечно что нет карманчика нам нужен карманчик под что-то кстати вот как эти вещи все стирать машинная особо деликатная стирка до 30 градусов вертикальная сушка без отжима отбеливать запрещено глажение запрещено химическая чистка запрещена не сушить барабан но самый прикол то то что они абсолютно не мнутся абсолютно не мнутся вообще ни в коем разе и так подобрались с вами к взрослой одежде я конечно была в легком шоке ну вот видите вот от них немножко же осыпается живут сначала прям очень много насыпали сейчас уже конечно поменьше я была в легком шоке вот от этих мягких классных вязаных водолазок какие они изнутри какие они снаружи прям вот прям все шикарно мне очень-очень понравилось да вот такая степень просвечиваемости у них вот если близко-близко показать пусть темновато стало но зато вы видите как она просвечивает это очень удобно водолазки прям супер и цвета таки знаете не яркие у водолазок двойной ворот получается город такой утепленный если вы просто так вот их загнете то у вас получается в 4 слоя ткань очень тепло вот прям очень тепло в 4 слоя ткань а сама водолазка она тоненькая такой вот толстый слой только вот именно что у самой водолазки тут двойная ткань к моют это вот интересно антирастяжек тут никаких нет ничего нет пока еще ничего не стирали один шов вроде бы все отлично вот эту кофточку которую я маме отправляю кстати тоже поспала на них алиска наша но они уже как видите не соберушки это тот спокойный цвет прошито все идеально цвет передается отличнейшим образом все прям аккуратненько так красивенько прошита изнутри и снаружи подмышки я так понимаю так подмышки прошиты тоже двойная горловина далее вот этот вот лавандовый это конечно вообще я обожаю такой цвет я обожаю такой оттенок я прям кайфую с него это просто вот чудо какое-то из чудес такие вот они сильно много про каждый оттенок не могу говорить потому что в принципе они идентичные предыдущим снаружи они не такие вот мягкие как например изнутри вот тут вот если близко близко присмотреться к ним тут есть какой-то такой знаете утепленный ворсик что ли что-то такая какая-то вот мягкая вставочка есть а снаружи этой вставочки нету то есть обычная водолазка и поэтому она тонкая кожа дышит но вот этот вот начало вот смотрите как вы хорошо видно и вот этот начальщик создает такую нежность мягкость такой вот знаете невероятное ощущение супер супер комфорта и так взрослые они тоже все одинаковые они тоже все одинаковые поэтому смысла нет каждую вещь перебирать единственное отличие капюшон без ушек цвета абсолютно с детским сходится что нравится низ изделия у везде выполнен форме резиночки на кофте и низ изделия вот таким образом выполнен все хорошо все здорово бегуночек пластмассовый обычный пластмассовый внутри тоже все пушистенькое такое хорошенькое вот прямо все такое плюшевое в них очень жарко вот только одеваете и тоже очень жарко ну и взрослые брюки по если показать да не тоже полностью пушистые внутри полностью пушистая снаружи вот это вот резиночка такая не очень эластичная но широкая вот вы знаете погулять зимой по торговому центру в этих штанах мне кажется не получится просто спотеете очень сильно спотеете то же самое что мне не очень понравилось в этих плюшах они не стройнят не полнят но и не стройнят и плюс ко всему лучше бы не создавать лишний объем вот этой пушистой штучкой кармашком внутренностью а сделать бы вот такой тоненький кармашек знаете почему потому что вот этот кармашек у меня такое ощущение что он дополнительный объем создает на бедрах девушки которым не нужен дополнительный объем на бедрах я думаю не будут слишком счастливы вот этому вот дополнению хотя она не сильно создает но чувствуется но я их все оставила я не смогла например из этих кармашков отправить на возврат можно кармашки и отрезать вообще зашить и все что угодно можно сделать тут вообще не в этом вопрос это все ерунда не очень понравились цвета я счастлива что они классно так вот передаются очень понравились цвета они просто шикарнейшие они смотрятся уютно по плюшевому и вот как раз сейчас ходить вот у нас 0 плюс 3 минус 3 минус 1 плюс 1 да вот такая вот погода как раз сейчас от них ходить надел кроссовочки курточку и побежал там прогуляться по магазинам именно в этой одежде мне кажется что десять тысяч шагов будет наипрекраснейшим образом сделано ну понятно что в курточке очень конечно шикарные дополнение к моей коллекции таких полу спортивных плюшевых уютных костюмов я просто вот честно скажу вам я в восторге мне очень нравится еще буду брать штаны дочери дочери штаны получается вот эти термо тоже буду ей брать просто шикарно ну в принципе из одежды пока все очень рада и кроссовкам и классным теплым костюмам все три костюма я отправляю себе у них есть главный недостаток с костюмами то что они к сожалению в начале сыплются мы прямо все встряхнули над ванной и больше не сыпаться не стали то есть вот этот вот мех искусственный или как он плюш вот это все что она называется она как раз таки к сожалению сыплется и в них очень тепло прямо сильно сильно тепло ну вы увидели как она на дочке смотрится тоже смотрится очень красиво и клёво и конечно же сейчас так как обзорчик совсем короткий я вам покажу немножечко своих пустых баночек и так мои пустые баночки паночки семьи кононовых давайте с вами смотреть закончилось три таких вот мыло помню их брала по распродаже но уже предыдущие не закончились и вот сейчас хочу сказать что это обычное мыло с клёвым ярким ароматом она не увлажняет руки вроде бы знаете но такое обычное классно моется хорошо пенится и так банановый мусс мне конечно понравился больше потому что это 500 мл сменный блок есть полноценное мыло с дозатором а есть такой вот сменный блок и так 2668 для тех кто любит понежнее банановый мусс и для тех кто любит поярче это малиновый мельфей с артикулом 2667 по 500 мл очень удобно далее биокапсулы для посудомойки очень давно ими пользуюсь шикарный ассортимент компании faberlic не только шикарный но и качественный такой вот они коробочки приходят артикул 10902 20 капсул по 16 грамм далее бытовая химия и так концентрированный гель для стирки для цветных тканей 118 43 концентрированный гель для стирки самый мой наверное фаворит 118 42 фаворит стирки я имею ввиду вообще суперский нежный аромат и не вьющий в нос хорошо стирает сохраняет белое белым далее концентрированный гель для стирки детского белья 115 15 тоже очень хороший гипоаллергенный 0 плюс идет хотя в принципе эти 0 плюс идут насколько я знаю да вот есть маркировка 0 плюс так концентрированный гель для стирки белого белья еще один детский с артикулом 115 15 далее идет универсальный спрей пятновый водитель 30 151 на пятнышко и через 15 минут можно запускать стиральную машину прямо непосредственно перед стиркой зубная паста для чувствительных зубов 1657 действительно классно хорошо помогает чувствительность снимает сильный иммунитет это смесь кефирных масел для арома диффузора очень нравится идет с таким вот дозатором яркий аромат хватает несколько капелек артикул 1298 5 мл и надолго его действительно хватает вроде бы 5 мл и маловато но с другой стороны он на очень богат на состав и у него очень яркий аромат тут и сосна эвкалит лимонный мята луговая шалфей мускатный розмарин кедр атласки и мята садовая то есть ну такой хорошенький составчик далее ультра кондиционер для белья мелодия солнца нежный такой легкий аромат кто-то писал что он жидкий ну да он жидкий но он концентрированный его много наливать не нужно кому хочется густой ну конечно да это не к этому бальзаму ультра кондиционеру вернее он действительно жидкий 118 57 средства для мытья посуды и детских принадлежностей моем векуски игрушки очень долгоиграющий заканчивается редко 1 штука даже в просрок ушла нет ну тут ничего не ушло все хорошо но было такое что одна штука ушла в просрок просто потому что его надо маленькую капельку пены много омыли мы им только детские игрушки потом смотрим бану это где-то год назад было но все равно прикольно средства для очистки духовок и плит силы цитрусов 30 119 ну цитрусами конечно отдает но все-таки основной аромат у него есть вот мы сейчас поменяли плиту и зашарканная плита стала намного лучше очищаться мы заливаем и все здорово но ждем 15 минут и смываем дано работает так не надо скрести артикул 302 92 это гель очищающий для туалета морская свежесть наконец-то в наличии появилось концентрированное средство от накипи для чайников кофемашин очень хорошо что новые логистические маршруты строятся с такой высокой скоростью это получается 4 ампулы и можно и столешницу кстати оттирать не только для посудомоечных машин и для чайников справляется на отлично на ура все шикарно артикул 112 59 4 ампулы по 10 малых на 4 применения хватает ну конечно эту воду в которой вы вот кипятили все чтобы вот это шло конечно же нельзя потом принимать пищу ее нужно выливать далее гель для бритья гель моего мужа 27 16 артикул далее 28 69 гель для душа детский малинка далее гель для душа bali очень понравился запах очень классный аромат 17 15 артикул тоже очень классно понравился аромат марокко бонжорну марокко ведь для душа тоже безумно понравился вот эти вот цитрусы на Красный грейпфрут, красный апельсин, очень-очень вкусно. Далее, гель для душа мужа. Да, это шампунь, это большая версия, 400 МЛЭ. Кстати, редко он начал появляться в пустышках, потому что большой. Ну, что могу про него сказать? Очень удобный объем, 13-12, прям шикарно. Единственное, что вот остатки хочется вот поставить. И вот тут вот у компании Фаберлик по поводу удобства не очень хорошо. Он не очень вот так вот устойчиво стоит, как в принципе и все шампуни. Вот, например, я уронила шампунь в ванной. С ванной все в порядке, а крышка, ну, так как была пластмассовая, лопнула пополам и сломалась. И вот, понимаете, когда 400 МЛЭ тоже вот шампунь. Кстати, офигенный шампунь, очень классный, рекомендую, особенно тем, у кого пушатся волосы. Артикул 18-91, идет тоже 400 МЛЭ. И что хочется про него сказать? Вот он такой, знаете, полугустой, ну, ближе к густому, наверное. И стоять, ждать, пока он стечет там очень долго из-за того, что он неустойчивый, и крышка сломалась. Это единственное, что мне вот не нравится. Кстати, не впервые ли он у меня в пустышках. По-моему, впервые аромат очень приятный, сладкий, клевый, класс. Вот этот очень густой шампунь. Тоже неудобно ставить наоборот, ждать. Мы его ставим, наваливаем, пока мы моем тело, он сколько-то натечет. Потом все-таки переворачиваем, потому что падает. 0-1-91 артикул, большая версия. Это интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Его, кстати, закончилось больше, но мы много оставили в поездках, везде, потому что, ну, пустые баночки с собой, допустим, там из этого же Казахстана, Абхазии и так далее, мы не повезем. Это уже, конечно, да. Далее, помните, да, я брала кучу шампуня по распродаже, начал заканчиваться. Артикул 77-72, то там штучка, то тут штучка. Чем он мне нравится? Ну, вот я не считаю его таким всесезонным, он действительно классный. Вот сейчас пошли капюшоны, волосы действительно меньше электризуются, и действительно эффект вот этого антистатика присутствует. Я его прочувствовала. Из-за защиты от низких температур, пересушивание, это, в принципе, в любое время года нам пригождается. Далее, шампунь для объема и роста волос, артикул 26-31. Ну, честно, мы увидели, что он уже идет до 05-23 года, и решили расходовать его, как обычный гель для душа. Почему? Потому что не нравится вкус, цвет, аромат. Гелем для душа я всегда моюсь пару раз, поэтому первый слой его, второй слой чем-нибудь вкусненьким. Какая-то кислая, светло-коричневая, непонятная масса, из него влазит. Волосы как пакли, их невозможно никакой маской потом исправить и расчесать. Очень мне нравится. Очень вся вот эта вот серия шампунь МБС мне ужасно не понравилась, прям ужасно. Далее, шампунь против перхоти с перетеном цинка. Это муж. Пользуется аромат свежего чая, кустой, классный, ставится удобно, расходуется до последней капли. В общем, все идеально. Артикул 1303, беленький, он такой непрозрачный, беленький. Далее, мои любимые патчи. Первые патчи розовые, розовым цветом 09-16, очень хорошо разглаживают. И у них вдобавок к всему еще идет пролонгированный эффект. Тут различные комплексы. В основном это экстракт хлореллы, комплекс пептидов и экстракт гнезд салангана. Очень интересное сочетание. И они идут действительно для чувствительной кожи вокруг глаз. Не для обычной, а для чувствительной кожи вокруг глаз. Вот первые несколько патчей, когда там еще очень сильно жидко и много, и они вот прям свеженькие, только открывайте. Они, конечно, немножко съезжают вниз, но я не считаю это особым таким недостатком. Поправить пару раз, пока сидите, с ними приходится. Способ применения. Очищаем кожу, используем тоник, накладываем патчи, 20 минут ждем, снимаем. Все. Смывать не нужно. Просто убрали, выкинули патчи и хватит. Действительно, очень хорошо разглаживают глазки. Эти тоже мне очень понравились. Ну, нечаянно, конечно, коробочку порвала, потому что вечная привычка открывать как попало. Обе упаковки патчи идут в такой вот коробочке. Эти патчи я недорасходовала. У них прошел срок открытия. Вот патчей 6, наверное, у меня осталось, потому что я уехала в поездку. И поэтому могу показать, как они выглядят. Артикул 0946. Не стала рисковать. Все-таки глаза это не то. У них хороший длинный срок годности. Все нормально. Но открытые они хранятся всего полтора месяца. Они у меня прохранились месяца, наверное, два-два с половиной. И я вот сколько-то штук отправила послушно в утиль. Не стала использовать после, в течение срока после открытия. Прибиралась в тенях. Нашла палетку. Старинную палетку. Вся уже тут она рассыпалась. Ее такой уже нет в наличии. Поэтому смысла о ней говорить нет. Вся такая вот замызганная. Думаю, божечки ты мой, сколько тебе лет, подруга. Когда-то были одни из моих самых любимых теней. Сейчас мои любимые тени очень напоминают эти. Но в них больше оттенков. Называются Nude One. Далее дезодорант для интимной гигиены. Свежий аромат. 75 малы. Очень нравится. Убивает все запахи со всего тела. На повал. Прям шикарно. Артикул 1628. Пена для бритья. Муж ей не пользуется. Пользуется дочка. Любит играть. Бывает, когда она по распродаже, я могу взять 15-20 штук. Потому что они еще с логопедом-дефектологом. Этой пеной занимаются. Что-то там кулебяка, типа с сенсорикой связано. 0500. Так. Два детских мыла. 2388 артикул. Ну, это, наверное, как обычно, гель для подмывания. 1644. Детский 0+. Два детских крема для мамы и малыша с депантенолом. По-моему, они еще есть в наличии. Сейчас, видите, пришло обновление на линейку Ума. Но детские кремы у нас еще есть. Как бы, думали, жали. Артикул 1645. Ну, что могу сказать? Нежный, легкий, классный аромат. И массажист с ними делал массаж. Поэтому, как бы, много ушло. Массажист сделал массаж. Очень понравилось. Я прям в восторге от этих кремов. Массажист говорит, тоже классные кремы. У нас у деда псориаз. Сильный такой по ногам и по жеботику и везде. И, конечно, очень-очень тяжело ему. Все чешется и так далее. Он говорит, что он даже забыл о псориазе. Хороший такой прям крем. Ну, я прям удивилась. То есть, 75 малые. Вот еще тоже этим кремом мы делали массаж. Ну, классно. Весь день пробегал. Массажист приходит под вечером. Я, если честно, сорвала спину. Делала, делала. И все. Пошла к мануалу. Потому что массажист говорит, я тебе убираю мышцы. Но если, говорит, у тебя смещение в позвонке есть какое-либо. Или протрузии, или еще что-то. Это, говорит, только мануал тебе поможет. Вот я сходила на прием к мануалу. Конечно, значительно стало легче. А так массаж можно делать бесконечно. У нас в Кирове Ананьев Андрей Юрьевич Севермет мануал принимает. Это не реклама. Этого врача мне дала мой врач. И она к нему сама ходит. И мне он тоже очень нравится. И много кто из моих знакомых действительно ко мне приезжает, чтобы сходить к нему. Потому что прием там, ну, меньше 3000 рублей. Это очень дешево для мануала и очень качественно. Итак, артикул 2608. С этим кремом, это как бы крем, он идет универсальный для тела, рук и лица. Что он делает? Главное его преимущество это содержание ланолина. Это уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец, который бережно заботится о коже, усиливает ее защитный барьер. Универсальный крем подойдет для всех ваших пожеланий. Вне зависимости от возраста, он прекрасно увлажняет, питает, бережно ухаживает за кожей тела, особенно за ее сухими участками. Ну, великолепная штучка. Артикул 2608, 100 МЛ. Массаж с ним тоже классно делать. Далее, далее, крем для Век Вуаль. Тоже быстренько израсходовала. Кстати, классный крем, понять не могу. Почему он какой-то, знаете, такой, у него розоватый цвет. Интересно, наберу ли я сейчас чего-нибудь. Вот такой вот он. Какой-то такой, знаете, желтоватый. Хорошо кладется. Есть какой-то эффект, мгновенные подтяжечки немножечко. У него яркий какой-то аромат абрикоса. Хотя не знаю, нужен ли он в геле для Век, но я чувствую какой-то и такой ярковатый аромат. Так, артикул 1309. Значит, это идет бьюти-серия с яркими солнечными ароматами. Этот крем-гель с легким охлаждающим эффектом. Но он, да, он очень легкий, но присутствует охлаждающий эффект. Он возвращает кожу вокруг раз свежей, здоровье, стимулирует микроциркуляцию, сокращает морщинки под глазами. Да, вот я почувствовала более-менее такой резко посвежевший взгляд. В общем, понравился. Нормальный крем-гель для Век, для своей стоимости. Так, 1309 весьма неплох. Стоит он недорого. Далее, крем для Век. Это уже антивозрастной. Он идет для подтяжки верхнего века. Ну, на нижнего века тоже можно наносить. Артикул 1247. Я вот вам сейчас объясню, когда я наношу долго антивозрастной крем. Он такой, видите, какой интересный. Можно вот так вот наносить его. Тоже очень интересный. Сейчас тут наношу, у меня опять руки будут разные. Чем мне этот крем понравился? Тем, что у него тоже есть такой ярковатый же аромат какой-то. Но он не сильный. Также идет 15 малых. Все, но он идет для верхнего века. Это уже целенаправленная подтяжка вот новейшего верхнего века. Тоже как бы нормально, хорошо сработал. Мне он нравится, я не знаю, уже, наверное, пятый или шестой расходу. То есть, постоянно его заказываю. Все вы видели, наверное, в сторисах, в телеграме и так далее, что я понаращивала ресницы. Опять у меня мои половины выпали. Поэтому я активную сыворотку для роста ресниц активно использовала. 11-24 прям все измазала. Очень удобная кисточка, очень удобный аппликатор. Все удобно. Видите, даже вот этот ограничитель достала, чтобы достать остатки. У меня еще один есть. Вот этой вот штучкой вы можете прорабатывать, прям втирать там века еще куда-то. Но хочу предупредить, если у меня для роста ресниц все хорошо, и реснички все хорошо, и я еще, кстати, наношу это средство на контур головы, где вот эти вот заплешинки по бокам у меня. Я еще туда наношу, чтобы что-то росло, погуще было. Там на проборы могу понаносить в голове и так далее. Да, немножко, кстати, хорошо работает. То у свекрови глаза защипало с него. Не знаю, что там такое. Сколько лет заказываю, мне ничего не щипит. У свекрови защипало, поэтому не могу вам дать стопроцентную гарантию, что-то щипать не будет. Так, далее. Ой, эту тушь, во-первых, у нее уже вышел срок пользования тоже, причем месяца 3-4 назад вышел. Очень красивый цвет. Она уже начала подсыхать, но цвет бомбовый. Он, когда замерзает, он не превращается в черный, он остается таким же ярким. Это единственный такой вот цвет. Эта тушь идет от компании Faberlic с силиконовой щеточкой. Щеточка очень аккуратная, удобная. Запах у нее такой, ну, обычной туши. Так, артикул я не найду, если она будет на складе. А, вот 3313, ультра-гламурная цветная тушь. Пурпурная называется такой вот цвет у нее. Действительно клевая, действительно классная. Она слаивается хорошо, все хорошо. Панды нету вроде бы. Так вот день поношу, два поношу. Вот когда у меня цветное настроение, я вообще любитель цветных тушей. Очень часто я такие туши наношу на черную. Но, как вы видите, может быть, конечно, еще от качества черной туши зависит. Ну, вот вроде бы цвет не смешался, вроде бы чистенький, не потемневший. Обычно прям слой на слой я делаю, мне нравится. Иногда часто как самостоятельная. Ну, просто она уже все. Давным-давно была открыта. Так, а где сама помада? Наверное, выкинули девочки где-то. У нас есть два вида детских бальзамов. Это идет восстанавливающий крем-бальзам для губ. Есть защитный, а это восстанавливающий. Три плюс. Хорошо работает. Нет, артикул 47-41. То есть, если нам на улицу мы защитный крем, а если нам не на улицу, то восстанавливающий. Так, далее, если тут что? 63-42 артикул. Ну, он уже, видите, он уже пересох уже даже полностью. Очень нравится мне вот этот 63-42. Уже заказала новый. Он ко мне придет скоро. Плотный, классный. В общем-то, все с ним нормально. Им, конечно, нужно уметь пользоваться. Вот этот ферст-класс, тональный крем, не консилер. Вот сейчас у меня в руках консилер. Да, еще есть тональный крем. Я, конечно, так и не дорасходовала их все до конца, потому что они сильно забиваются в поры. Мне не понравился. А вот этот консилер мы очень часто берем и используем. 63-42. Вот прям мой-мой прямой оттеночек. Очень хорошо тушуется. Высыхает, засыхает. Как бы, если его наносить там на места, где поры большие, его будет видно. На глазах нормально. Нанесли консервы, слегка припудрили прозрачной, например, фиксирующей пудрой. У нас такая с вами есть. И эффект отличный. Не размазывается, не смазывается, ничего. Так, это у нас моя любовь. Ну, во-первых, SPF 25. Пользовалась ими практически все лето, всю Абхазию, когда мы ездили в последний раз в Абхазию. Значит, SPF 25. Ездили еще в Казахстан. Там тоже было очень-очень тепло. Такой вот очень интересный. Там, знаете, я очень долго нажимала, было пусто. А сейчас опять что-то появилось откуда-то. В общем, непонятно. 63,55 оставлю пока. Может, еще там на раз, на два хватит. Это тональный крем Nude Illusion. Ложится отлично. Перекрытие у него чуть ниже среднего. То есть он делает лицо нежным, классным, суперским. Хорошо наносится спонжиком, кисточкой. Хорошо наносится пальцами. Такой вот прям отличный. Белого в нем много, потому что он, вот не заявлено это, но такое ощущение, что он подстраивается под тип кожи. Запах тоже такой, знаете, кисловатый, обычный, еле-еле уловимый. И вот когда я его начинаю наносить, он начинает превращаться в тональный крем. И ложится до такой степени натурально, до такой степени ровно. Но это не антивозрастной, он обычный. Есть у нас тональные кремы, которые очень хорошо разглаживают там морщины, еще что-то там дополнительное, там оптические, еще что-то. Нет, это прям SPF 25 и прям вот, видите, перекрывает хорошо. Все как бы отлично, замечательно и никаких проблем нет. Но он у вас не перекроет там какие-то яркие прыщи, родинки. Это, конечно, только консилер. Но, наверное, благодаря такому эффекту, супернатуральному консилер у меня и закончился. Но рука вообще, да, вот сейчас вы увидите, рука, конечно, намного свежее, лучше стало выглядеть, венки уменьшились, все такое прочее. Краснота уменьшается, свежесть на лице какая-то тоже вот добавляется с него. И лицо как будто моложе становится. Вот есть такой немножечко эффект, не то, что вот какая есть, такая есть. А все равно, когда идет освежение, если их несколько оттенков, у меня оттенок именно 63-55, мне он нравится. Разница, я думаю, есть. Разница есть, даже на руке, на лице тоже как бы намного лучше разницу, еще больше видно. Далее еще один консилер закончился. К сожалению, артикул не скажу, но сейчас, наверное, мы с вами... А, он у меня сломался. Ну и кончился тоже пустой абсолютно, еще и сломался. Так, куда-то бы его тыкнуть. Ну, он такой немножко желтоватый, не совсем же мой консилер, но все-таки я его дорасходовала. Он, кстати, вместо тоналки хорошо подойдет, тоже очень хорошо тушуется. И он менее плотный, нежели вот этот вот фест-класс. То есть иногда надо вечерний плотный макияж, иногда хочется дневной. Вот это день, день, придень. На вечер я даже не могу сказать, подойдет ли он. Мое мнение, что нет. Дальше. Айсэул. Пошли купоны. Трачу купоны. У нас уже карты. По картам много что заказала. Потом расскажу вам, что заказала по картам. Это еще только купоны я начала тратить. Это активный крем для лица. На всякий случай я решила именно его, этот крем, пройти после Абхазии, потому что я очень склонна к пигментации. А этот крем, он помогает именно от пигментации. Во-первых, он идет с уникальным компонентом, который помогает улучшить состояние кожи, снизить выраженность пигментных пятен, защищать от агрессивных воздействий окружающих среды. И благодаря уникальной формуле, крем комплексно воздействует на все основные проблемы, сохраняя молодость, свежесть, подтянутую скорость кожи. Он не антивозрастной, но очень такой активный. Тут есть витамин В3, который повышает эластичность. В общем, все дела, но я его начала пользоваться ради того, чтобы предотвратить пигментацию. Здесь у меня с этим проблемы, поэтому я стараюсь предотвратить. Пока лицо ровное, дома же я не хочу тоналку наносить, а дома, когда я вижу пигментацию начинает вылазить, я, конечно, расстраиваюсь. Ну, то есть, такой обычный кремушка. И сейчас вот время от времени его, конечно, вот сейчас, если он будет у меня по акциям, то обязательно, обязательно я с превеликим, с превеликим удовольствием закажу еще раз. В общем, очень понравился. Качество кожи очень даже приличное после него, даже в мои 39, даже после практически месяца солнца. Отдыхали 22 дня. Артикул 02, 27. Также хорошо освежать в поездках. Так, ночная маска антиокмен для лица. Это израсходовала моя старшая дочка, Катюша, ей 22 года, 50 мл. Внутренние проблемы мы тоже решаем, но и внешняя у нас до сих пор, что-то как-то от нас не отстает, 0,593. Далее, мягкий гель для умывания, баловалась им сама, классный такой мягкий гель. Он реально хорошо очищает кожу, он действительно не стягивает, он клевый. 150 мл идет, знаете, такой прям сильно-сильно такой гелеобразный. Очень такой прикольный, хорошо, кстати, нормально пенится. Кожу очищает тоже на ура. Умываюсь я всегда всеми гелями, без разницы, какими, всегда два раза, поэтому только так. Маски для волос мои любимые. Эти, по-моему, уже в наличии нет, с мятным ароматом. Увлажняющую тоже вот на сайте тут не смогла найти. Думаю, не стоит говорить артикул, а может и по яйцам, не знаю. Но это глиняная вообще была, наверное, единственная глиняная маска от эксперта, но вот ее что-то убрали. Наверное, нерентабельно, наверное, она им была. И вот эти абсолютные новые новинки очень понравились. Обе, обе очень понравились. Заказываю уже раз, наверное, не знаю, какой 20-й. Артикул 1882 у масочки Эверстронг с маслом Аму, глубокое восстановление. И 1890 масочка. Тут у нас с вами идет активное питание, то есть глубокий уход, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы и так далее. Хорошо. Восстанавливающая маска сливки. Действительно ее очень-очень люблю. Так, это маска сливки для лица именно идет. Она, знаете, такая, толстым слоем нанесете, остаточки потом бумажкой убрали и все. И на утро кожа тоже очень классная, как новенькая. Я люблю разными средствами для лица баловаться, потому что, ну, мы же с вами кушаем, все разненькое. Вот мне кажется, что лицу тоже нужно все разненькое. Я такую масочку делаю, ну, примерно где-то раз в недельку. Иногда раз в две недельки. Но я ее открываю, она у меня стоит в ванной, очень долгоиграющая. Хотя идет 100 малый артикул 12.51, потому что еще есть другие уходовые средства. Это у нас, это у нас суфле для тела. Тоже кожа начала сохнуть после отпуска. Артикул 25.03. Это маски для волос. Пудинг для волос. Ой, с моим любимым, уважаемым ароматом ревеня. Помню, как мы его в детстве у мамы в саду этот ревень ели. Сейчас сад продали. У отца осталась усадьба здоровенная, огромная, на краю света. 42 сотки. Вы, Господи, вы только вдумайтесь. 42 сотки. Это просто что-то с чем-то. В общем, артикул 26.54. Хорошая маска. Тоже не первый раз заказываю. Забыла сказать свое мнение об этом. Это классный гель-трансформер. Я его очень часто беру с собой и очень часто использую перед макияжем. Артикул 0.8.75. 50 млм. Тоже такая легкая, приятная. Видите, превращается сразу же в водичку. Ох, уехала. Видите, какая классная. Превращается сразу вот в такую вот водичку. И очень хорошо увлажняет, питает лицо. Впитывается тоже довольно таки хорошо, быстро. Приятный, сладкий, нежный, легкий аромат. И у меня новая парфюмерная вода «Любимка». 100% оставлю ее в какой-нибудь поездке, поэтому сейчас расскажу про нее. Так, значит, BSC 62110. Использую уже второй флакон, второй раз. Очень нравится. Нежный, легкий, невесомый, классный. Такой вот прям, не знаю даже, как его описать. Такой вот прям женственный аромат. Он не бьет в нос. Есть какая-то остринка, кислинка, сластинка, свежинка. И он очень нежный. Очень нежный. Нежный, нежный, легкий, легкий. Классный, классный. Вообще супер. Понравилось мне. Прям не могу. Мое. Вот, вот мое. В такой вот коробочке идет 50 мл. Далее. Впервые в моих пустышках мицеллярная вода. 270 мл. Большой объем. Артикул 2819. Очень удачный выпуск. Буду брать ее, как из расхода всей своей старой мицеллярки. Я там по купону брала. Помните, очень много штук. Они у меня еще не закончились. Но эту, так как я открыла, а те были закрыты, я, конечно, на открытую сразу же перешла. 6 месяцев открыто. Ну, вот, я не знаю, наверное, все 6 месяцев я и пользовалась. Гиалуроника так вот только закончилась. Она хорошо очищает. Отлично очищает. Водостойкую тушь нашу от Фаберлик не снимает. Снимает наше двухфазное средство. В общем, понравилось. Отлично. Все супер. Все здорово. Все классно. Все великолепно. Ну, как вы видите, использовала срок в срок. Слава богу. Хорошо. Хорошо. Запах очень приятный. Тоник 150 мл. 2821. Это увлажняющий тоник для лица. Увлажняющий мне уже нужен. Мне уже пора. Возраст такой, что пора. Еще один гель для век. Кислородный крем для век закончился. 5792. Это, конечно, да, тоже очень классная штука. Тут идет бесконечный источник энергии для самообновления кожи. Очень интересно. Он уменьшает выраженность темных кругов, припухлости, придает коже гладкость, сияние. Вот насчет припухлости не подскажу, потому что у меня их нету. Ну, остальное, да, все хорошо. Артикул 5792. Легкий, нежный такой беленький кремчик. Все, да? Все, совсем все. Жадина не оставила. Зрителям показать. Жадина, говядина, лук, шоколадина. Далее коралловый кальций. Ну, совсем немножко, потому что разрыв в пустышках маленький. Алоэ баланс пропила обязательно после поездки. 157-39-100 мл. Тоже очень классная штука. Кишечнику хорошо помогает. А вот это та самая мицеллярка, которую я... Так, дайте-ка наоборот поставлю. Может, что-нибудь набежит. Мицеллярная вода для снятия макияжа для всех типов кожи. Вот сейчас я ее расходую, чтобы перейти вот уже на эту. Вот это как-то, ну, вот больше мне нравится. Но все же вот эту буду подзаказывать, потому что ее удобнее брать в поездки. Качество отличное, все здорово. Артикул 0972 100 мл. Идет, подходит для ручной кладицы. Вы куда-то очень далеко летите, то очень хочется снять макияж. И вот тут как раз 100 мл. Ни на никуда переливать, ничего делать. Просто вот заклеила, потом отклеила. Ну, тут, в принципе, плотно. Если косметичка нормальная, и даже если что-то где-то откроется в дороге, то ничего страшного. А езжу я много. Сами знаете, мы 17 стран объездили, а в Москве мы уже вообще как дома. Ежедневный уход за кожей лица с активным антивозрастным комплексом идет. Из вербены. В этой линейке идет 30+. Бережно удаляет макияж с глаз, губ, тонизирует, освежает. Все это есть, но мицеллярку не забывайте, что нужно смывать, во-первых. И мне не нравится аромат вот этого вот красного нитнаграда. Так-то, в принципе, нормально. Сносный аромат, я к нему даже уже привыкла. И особо не обращаю на него внимания, потому что он не бьет в нос. Но все равно как-то вот этот аромат неприятнее. Он вкуснее. Я от него больше кайфую, чем, например, вот от этого. Поэтому решила заменить. Далее молочко. Давайте куда-нибудь капнем. Знаете, очень густое, классное молочко. Я его, вот когда мицелляркой снимаю, если у меня сухое полностью очищение идет, а я мицелляркой снимаю, то отлично, просто отлично срабатывает вот это вот молочко. Мне кажется, что этого как раз слоя мне не хватало, потому что кожа стала чище, лучше, ухоженнее, мягче. Намного-намного приятнее. Еще одна пустышка. Увлажняющий гель для лица. Артикулы у нас на упаковках сейчас не пишут, но он точно есть на сайте, серия Эксперт. Его можно использовать как самостоятельно, как увлажнялку, или использовать такой вот гельчик. Он уже совсем пустой. Совсем уже все, да? Да, совсем уже ничего нет. Чем он мне нравится? Тем, что он тоже хорошо, очень увлажняется, здорово и классно. Но он идет как первый этап для всей линейки Эксперт. Первый, второй, третий этап там есть. Этапы вот эти экспертовские мне очень хочется пройти. Я о них уже сколько раз рассказывала, что я один раз прошла, мне очень понравилось, и кожа очень после них понравилась, и все такое прочее. Но вот никак не доходит руки ее купить, потому что надо сначала расходить то, что я набрала. После тоника всегда наношу кислородный энергетический бустер на лицо. У меня много-много этапов, как у кореянок, только русских. Артикул 5799. Это такая вот жижа, которую не надо смывать. Что-то типа такой вот жиденькой пеночки. Что он делает вообще? Это кислородный энергетический бустер. Супер легкое средство. Такой кисло-сладкий, очень приятный аромат. Такой свежий кисло-сладкий, я бы так сказала. Это супер легкое средство для интенсивного увлажнения и тонизирования. Невесомая пенка при нанесении на кожу превращается в ухаживающий тоник. Он моментально увлажняет и удерживает влагу 72 часа. И тут как бы не только увлажняет и наполняет энергией, но еще и можно пользоваться как самостоятельным средством. Понимаете? А можно крем сверху нанести, как вам хочется. Прямо на выбор. Дальше. Легендарный кислород. У меня закончился 0,256. Масочки с ним делаю обязательно. Или так в течение дня. Освежиться нравится тоник. Моя любимая старая версия. Артикул 0,779 тоников. У меня много уходит, потому что крем без тоника деньги на ветер. Сухие шампуни. Такой насыщенный ритм жизни, что пошли в сухие шампуни. Не то, чтобы голову некогда помыть, а просто насыщенный ритм жизни. Не хочется чаще, чем раз в два дня голову мыть. Вот из-за этого. 27 на 2. Так. Муж перешел на фитоконцентрат. 14 порций для похудения. Артикул 157-15. Вкусная, клевая, классная. И энергии, кстати, очень много дают. Если пить вместо кофе, то вообще круто. Я занялась печенкой. Мелисса. В составе идет семена расторопший. Календула имбирь. 20 пакетиков на 20 дней. Ну, нормально. Сейчас буду пить гепатофорты еще. Артикул 157-31. И еще с Вальберис мне какую-то штуку-друку заказали. Если нужно, пишите. Я вам скину ссылочку. Вот если на Вальберис есть история заказов, я скину. Потому что там вообще ни слова по-русски я не понимаю. Только аннотация русская на самом сайте. Объем 100 мл. Ну, вот скажу, что нормально, клево, классно. Что какая-то изжога, тяжесть, что-то не то с печенкой. Можно дополнительно штучку скушать. И получается такой шикарный эффект. Все сразу проходит. Вот это тоже огромный-огромный плюс. Далее кетчуп классический. Шашлычно у нас как-то доели. Скай больше не заказывай. 16.050 или 160.50. Тоже как бы супер класс. Все великолепно и здорово. Едем дальше. Еды у нас больше нет, к сожалению. Но тут мы начали смотреть. Пустые баночки. Вот эти все картонки. Ну, мы их разрываем. Поэтому вот мои любимые, конечно, каши. Очень жаль было их терять из своего рациона. Я к ним уже привыкла. Очень часто ими завтракала вся-вся-вся моя семья. Поэтому каш много. Да, гречневая. Ну, гречневая не так прям, потому что там корица есть. Я корицу терпеть ненавижу. А так вот, вы видите, там куча каш. Не буду о них долго говорить. Далее открыла для себя. Второй раз уже в моих пустышках. Комплекс сильный иммунитет. Тут в составе идет омега-3, ультралист и эхиноцея. Очень много кто эхиноцею заказывает отдельно. Где-то на сайте, еще что-то. Я ее решила совместить вместе с витамином омега-3. Очень хороший состав. Все понравилось. Врач мой говорит, замечательно. Стоит, правда, не очень дешево. Но хорошие витамины дешево стоят сейчас в наше время. Ну, просто не могут. Если витамины дешевле 500 рублей, а некоторые дешевле 1000 рублей, то это, конечно, уже плохо. Очень плохо. Поэтому надо тут смотреть. Артикул 81.13. Так, секреты Востока. 157.10. Антипаразит. Антипаразит. Мне сказали, можно пить на постоянной основе. Поэтому антипаразит я пью. На постоянной основе пьют старшая дочь, младшая дочь. И вот сейчас мы выпили банку на четверых за 5 дней. Мы пили по 2 штуки 2 раза в день за час до еды. Мне так сказала мой врач. По 2 штуки 2 раза в день за час до еды. На голодный желудок. Запивать только водой. Ни с каким чаем, кофе, перемешку, ничего нельзя. На чистый желудок. Она говорила пить 2 недели. Но вот мы как-то вот то пьем, то не пьем. Но в поездках, когда мы очень много заказываем еды в номер, кушаем в ресторанах, где мы там в номере приготовим. Вот выпили баночку. Вот это большое количество Q10, потому что я объединяла Q10 2 в 1 для того, чтобы отправить родителям. Чтобы им хватило там на несколько месяцев. Ну и тем и другим. Понятно, их можно пить по 2 в день Q10. Ну как бы быстро уходит. Артикул 157.23. И еще кое-куда отправляла кое-какую помощь. Ну это уже не касается. Но это уже подробности я пока упущу. Далее артикул 157.78 Омега D3 Kids. Больше не буду заказывать, потому что неудобно. Нет, она хорошая штука. Но, во-первых, тут одна штучка 200 международных единиц. Мой врач сказала давать моей дочери 2000. Она говорит, это очень мало. Это даже для поддерживающей дозы мало, как она мне объяснила. 60 ампул. Я с врачом со своим не спорю, потому что развитие моей Виктории пошло намного лучше. Когда мы начали настраивать отдельное питание, отдельные протоколы по питанию и так далее, я вижу у своего ребенка хорошее улучшение. И я иду за ней. И питание мы налаживаем, и сакральные терапевты, и интенсивы, и специализированной школой. Ну, то есть аутизм. Дело такое, что тут, конечно, нужно со всех сторон комплексно подходить. И питание у таких деток, оно не на последнем месте. Поэтому это мало. Она так и сказала. Для маленьких детей еще нормально. Но еще у них есть минус. Надо отколоть, выдавить куда-то в кашу. И вот ты по 5 штук сидишь, откалываешь, чтобы получилось там нормальная дозировка. Он заканчивается быстро. Поэтому сейчас мы нашей дочке даем к 2D3. Тут как раз 2000 единиц доза. Все здорово. Все нравится. 81-15 артикул. Омегу-3 с глицином. Слава Богу, мы вернулись на Омегу-3 с глицином. Это очень радует. До 57-80. Но почему-то одна упаковочка были розовые капсулки, а другая упаковочка были желтые капсулки. Но состав один и тот же, артикул один и тот же. Все одно и то же. Ну, выпили с удовольствием. Господи, спасибо. Потому что глицин нам тоже очень-очень нужен. Артикул 157-80. Мы особо ее не ограничим в применении. Она ее очень любит. Она просит просто так ее дать. И это, конечно, до смешного доходит. Далее у нас пошла с вами живица. Кстати, забыла сказать, что Ку-10 у нас с вами это энергетика для организма. Энергетика на клеточном уровне. Продлевается срок жизни клетки. Кратце говоря, мы рождаемся с хорошим запасом Ку-10 в организме. Но к 30 годам он иссякает. Очень нужно кушать много арахиса, говядины и так далее, чтобы Ку-10 в организме восполнить. Ну, вы это можете, в принципе, сами почитать, но немножечко скажу про него. И, конечно, моим родителям на постоянной основе его прописали. Поэтому я с привлеким удовольствием. 157-23 артикул с привлеким удовольствием даю. И, в принципе, все, кто кушает Ку-10, особенно кофеманы, там, не знаю, курильщики, люди там еще какие-то вредные привычки имеют, живут в городе и так далее. Конечно, омега, D3. В общем, все полиненасыщенные жирные кислоты нужно пить на постоянной основе. Также с утра встаем, все пьем, взрослые, по 5 штук с утра. Артикул 157-28 живицу. Это масло кедровой живицы. Идет тут, поэтому 3 штучки закончилось. Кофе наш любимый. Ну, кофе мало, ушло. Хотя гостей много ходит. Бряк-бряк-бряк. Добрый день, утро. Одна баночка закончилась до 160-48. Мой любимый закончился больше. Добрый день. Артикул 160-49. Так, это я вам показывала. Соль тоже брали оптом и всыпали в отдельную большую соломку, потому что так вот неудобно было нам. Одна такая стояла на столе, но сейчас ее тоже, по-моему, в наличии нет. В наличии появился шоколад. Я взяла сразу побольше. Сами едим. Ну, я не могу без шоколада жить. Мой ребенок тоже, поэтому, ну, вот, едим полезные продукты. Слава богу. Артикул 160-57. И для моей Викуси иногда, за то, что мы, например, сделали какой-либо укол, ей очень важно получить награду. И она из этого не орет, она из этого не кричит. И очень довольна. Вольно уж, довольна. Далее. Черный чай, апельсин, специи с аиром. Честно скажу, мне не понравился, но его девочки вот у меня выпили. Вы знаете, что у меня уже много лет работает хозяюшка. Подумал, вот она пила, нянечка у Вики пила. Артикул 160-13. Черный чай, апельсин и специи с аиром. Ну, не мой, не мой это. Ну, еще пачки 4. Закончилось обычного рассыпного чая. Ну, что-то где-то пакетиков нет. И еще 10 пачек, да. Ну, я думаю, вы видели, я как-то показывала вам распаковку именно в Телеграме. Я в Телеграме показываю объемы, а тут уже выставляю по одной-две штучки. Когда заказ приходит на стол, зачем на столе все объемы выставлять? Бывают по 5-6 коробок, ни на один стол они не войдут. Ну, и очень много выпили коктейлей. Я не знаю, просто неимоверное количество. Очень много выпили коктейлей. Первый коктейль 157-38 со вкусом яблочного штруделя. Больше не куплю, мне не понравилось. Вообще, еле допили. Сколько-то гостям его наводили, сколько-то чего, мне не понравилось. Ириско веганский коктейль тоже не понравился. Начали допивать, потому что увидели, что подходит срок. Иначе не допили бы, вообще не допили бы. Честно, вот начал срок подходить и решили, ну чего выкидывать. Кофейный очень много о нем хороших отзывов, но мне он тоже не понравился. Ну, у каждого свой вкус разный, я думаю, все понимают. Далее, это у нас идет банановый. Вот это вот та еще вкуснятка 157-37. Та еще вкуснятка, допили с превеликим удовольствием. Для них нужно шейкер заказать. Клубничный, мой любимый. Два закончилась, 156-51. И ванильный, любимый моего мужа. А, вот этот еще тоже очень невкусный. Ванильное печенье. Не знаю, Бяка, никому не понравился. Ну, это на мой взгляд. Дота мне писала, о, веганские, как классно, с ванильным печеньем. Это вообще шикарно, очень вкусно. Кто-то очень полюбил черную смородину. Мне вот она, например, не понравилась, черная смородина. А кто-то прям только ее берет. Им она нравится. Кто-то берет только суп. Им не хочется ничего. На завтрак сладкого. Все спрашивают, а есть не сладкий коктейль? Я говорю, да, есть суп. И ванильный, ванильный, ванильный. 156-50. Тоже очень вкусненький. Вот столько много она заканчивалась. Чуть-чуть корма у кошки закончилась. Ну, чуть-чуть, потому что, я говорю, тут был очень маленький разрыв между пустышками. Но накопилось много, поэтому я решила снять. Артикул 162-07. Сумки закончились с пустыми баночками. Ну, вот из-за этих коробок просто вот как-то все доготовили. В общем, все. Устроила бардак. При великим удовольствии поеду сегодня опять к мануалу. Добравить спину. Конечно, очень-очень приятно показать вам такой широченный ассортимент компании Фаберлик. Сразу хочу сказать вам, что не имею никакого желания перехваливать продукт и не дохваливать его. Говорю чисто на свой вкус и чисто свою правду. Поэтому я думаю, что те, кто меня ругает, когда я плохо отзываюсь о том или ином продукте, он не нравится именно мне. Это не значит, что он может всем не понравиться. Я думаю, вы согласны. Всем пока-пока. С вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. Продолжение следует...